Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня у нас люди в погонах. А люди в погонах у нас по нынешним временам присутствуют в эфире по причине проведения специальной военной операции. Я думаю, так и дальше будет, вплоть до нашей победы. Сегодня поговорим о каких условиях наши люди уходят на фронт, что творится на фронте. А самое главное, какие меры соцподдержки оказываются им как при уходе на фронт, так и самое главное при возвращении. У кого-то заканчивается контракт, кто-то получает ранение. И, соответственно, таким людям обязательно надо помогать. Государство обещало, государство делает. Сегодня мы поговорим об этом в студии. Вы, кстати, можете звонить в телефон 3190, задавать ваши вопросы. Может быть, вас интересует, как поступить на контракт и так далее. Об этом мы сегодня все поговорим. Хочу представить гостей. Начнем с прекрасной дамы. Это Татьяна Боброва, статс-секретарь и заместитель министра социальной защиты населения Тверской области. Татьяна, добрый день. Добрый день. И наши товарищи военные. Владимир Юдочкин, начальный пункт отбора на военную службу по контракту 2-го разряда, город Тверь. Добрый день. Здравствуйте. И непосредственно ветеран специальной военной операции. Вот видите, медаль за отвагу, одна из самых почитаемых медалей в нашей армии еще в советских времен. Антон Сухов. Здесь он сейчас по выходе, так сказать, в отставку. Является председателем Тверской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции. Антон, приветствую. Добрый день. Поэтому звоните. 300-190. Ну что же, начнем. Что называется, с самого начала. Все мы помним мобилизацию. Люди пошли в армию. Причем пошли, я все время так думаю, вот мужик какой-нибудь там 40-летний. Отслужил давным-давно свою срочку и не чаял, не думал, что снова придется надеть погоны. Поэтому нас наверняка смотрят те, кто действительно может быть им там кому-то 25 лет, кому-то 30, кому-то 40, кому-то 45. И вот особенно, например, 45 ему интересно, а могу ли я заключить контракт и пойти на мою службу. Поэтому вот каковы условия? Условия, ну если мы сейчас говорим о критериях отбора, которые предъявляются непосредственно кандидатам. Главное, это вы правильно заметили, это возрастной ценз. В настоящий момент, в период проведения специальной военной операции, предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет. И по факту мы можем заключить контракт и с 64-летним мужчиной, безусловно здоровым, на один год. Но я бы сказал, это скорее всего исключение. Ну да, верхний предел. Это верхний предел. То есть, если человек как бы соответствует и по здоровью, и желает, то в принципе мы можем рассмотреть его кандидатуру. Но это, я повторюсь, скорее всего исключение. Второй момент, безусловно, и самое важное, это здоровье. Потому что понимаем, что некоторые в 35-40 лет чувствуют себя намного хуже, чем в 60-е, и наоборот. Соответственно, главный и основной критерий это здоровье. Безусловно, в настоящий момент этот критерий снижен. То есть, если раньше до специальной военной операции это была военно-врачебная комиссия, то сейчас это в рамках медицинского осмотра. В военкомате? Безусловно, да. В Тверском областном 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 области. То есть, не нужно человеку бегать самому по больницам? Нет, нет, нет. Более того, проверка на социально опасные заболевания, такие как ВИЧ, гепатиты. Забор крови осуществляется непосредственно в военном комиссариате, и результаты мы уже имеем в течение одного дня. То есть, с момента, как человек прибудет на пункт отбора, пункт отбора у нас базируется совместно с военным комиссариатом и сборным пунктом, все происходит на Игоре Баталову, дом 2. Это, дорогие телезрители, кто не знает, может быть, все-таки улица не так давно получила название, это, попросту говоря, почти Мигалово. Слева наше знаменитое Суворовское училище новое, а справа как раз наш новый военкомат, но не все просто знают, на самом деле. Я думаю, теперь это знаковое место, и все уже должны будут знать. Соответственно, прибывая туда, и в течение одного дня мы получаем результат. Если никаких противопоказаний нет, и человек готов убывать, вплоть до того, что убытие в этот или на следующий день у нас происходит. То есть, самое главное, действительно удобно, что человеку не нужно бегать, собирать миллион справок, тратить неделю, две, ну что очередь к врачам, как люди пугаются, это сколько, это сколько времени потрачу и так далее. Все, как говорится, принцип одного окна. Безусловно. Нужно только желание и, соответственно, прибыть на пункт отбора. Это если мы говорим о критериях отбора, если мы говорим про условия поступления на военную службу по контракту, так скажем, о различных преференциях, ну, я думаю, несколько позже мы на это разобрали. Несколько позже, да. Но тоже вопрос, это вот мы озвучили, ну, теоретически предельный возраст, 65 лет. Это вне зависимости от того, человек на срочке был и ушел на дебель рядовым, или это полковник, который уже, казалось бы, на пенсии и так далее, не имеет значения? Нет, мы сейчас говорим о категории солдаты, сержанты, прапорщик. Вот, да. Вот, потому что для офицеров критерий, ну, более завышен. Мы рассматриваем, в основном, если говорим о младшем офицерском составе, то это до 40 лет, это до капитана включительно майоры, подполковники, полковники, соответственно, там, ну, до 45, до 50 рассматриваются. Но все индивидуально, а еще раз повторюсь, безусловно, это индивидуально, рассматривается каждая кандидатура, тем более, если мы говорим о офицере. Ну, тем более, если это ценный специалист, что называется. Да, безусловно. Те, которые нужны на фронте, артиллеристы, танкисты, подстрелки, да, да, безусловно. В принципе, 40 лет, 42, да, если мужчине, ну, он там, может быть, да, ушел, там, условно говоря, старшим лейтенантам когда-то на пенсию, но если он ценный специалист, правильно вы сказали, то есть нет какой-то вот этой официоза, когда строго все по бумаге. Нет, нет. То есть индивидуальный подход. Индивидуальный, безусловно, индивидуальный подход. Антон, скажи, вот, а касаемо, вот, мы говорили, здоровье соответствует. Я много раз смотрю интервью, когда говорят твои, что называется, товарищи по оружию там на фронте, они и говорят тем, кто думает, может, на контракт и так далее, что вы не беспокойтесь, это все-таки не служба в армии, никто у вас там не будет гонять кроссами по 5-10 километров в полной выглой, как это было по Молость на срочке. То есть там несколько другое нужно. Вот ты согласен с этим, что нет вот этих, не гоняет этих, которые, как мы говорим, новобранцы, нынешние, новые, там, 40-летние мужчины, никто их во время подготовки не будет вот заставлять, как в срочной службе, там, по полной, по утрам, каждый день по 5-10 километров и бегать. Нет, ну этого, конечно, не будет там, потому что там маленько другие задачи совсем. Да, то есть, ну, вот эти все кроссы и физподготовка, она нужна на момент подготовки, чтобы хоть набрать хоть какую-то физическую форму, потому что все-таки не стоит забывать, там, летают и каптера, летает артиллерия, потому что бегать там все равно надо. И ребята, которые идут в разведку, они тоже марш-броски делают, не маленькие, во всем омундировании, то есть форму надо все равно набирать во время подготовки. Ну, понятно, с таким животом никто у тебя в армию что-то не возьмет. Конечно, конечно. То есть здесь вот, ну, там непосредственно, да, вот за два контракта, я не скажу, что мы где-то много бегали. На втором контракте в разведку мы много ходили, но никак не бегали. То есть, да, бегать там надо недалеко и быстро. То есть, да, это вот это самое основное. А это, я думаю, что это, в принципе, каждый справится. Ну, война совсем изменилась и изменилась, и то, что вот мы сейчас знаем, то, что вот именно сейчас самая проблема, это все-таки это воздух. Воздух, это каптера, дроны, FPV, то есть их там очень много сейчас, в больших объемах. То есть, это надо успеть спрятаться. Но, опять же, это далеко бежать не надо. Спрятался в зеленку, в принципе, в глиндаш еще куда-то. Ну, да, в комнате, а копчик не больше. Хотелось бы коллегу дополнить. В основном, как бы, идет момент на навыках огневого поражения. То есть, усилие идет, вот, стрелковая подготовка. Физическая, да, безусловно, она нужна, необходима. Но, вот, вспомнить какие-то первичные навыки, специальные навыки, так скажем. То есть, повторюсь, если это артиллерист, то он должен, там, номер расчета, должен вспомнить навыки прицеливания, соответственно. Что такое бусоль? Да, физическая подготовка, это дело каждого, но, да, без нее никуда. Ну, при этом, еще раз говорю, атлеты там вовсе, вы не рассмотрели, так, пресса кубиками нет, так далее, мышцы, как Шварценагера нет, все, негоден. Нет, конечно, нет. Нет, его точно нет. Тут каждому по способностям, на самом деле. Ну, тем более, артиллеристы, действительно, в принципе, в силу спецы те же самые, им, в принципе, бегать. Никуда не надо, он около орудия находится. Да, нужно иметь физическую силу, потому что, дорогие телезрители, снаряд весит много, в полном сборе он весит, по-моему, под 90 килограмм, поэтому силы нужны. Хотя 90 килограмм тоже не таскать, не волнуйтесь, кто пойдет в артиллерию, кто, может, помнит. Снаряды у нас раздельное заряжение, поэтому ничего страшного. Скажите, ну, а расскажите, хорошо, вот вы сказали, одобрили кандидатуру человека, все, в течение даже суток, да? Опять-таки, советы, что с собой взять? Антон, тоже присоединяйся, до своего опыта. Ну, по сути, как бы, все выдается на месте, если там... В военкомате прям? Нет, не в военкомате, непосредственно в частях, те, которые мы направляем, а направляем мы в резервные полки. Резервный полк, это, по сути, учебная часть, полигон, куда люди съезжаются, и, соответственно, там осуществляется первичная подготовка. Где это там осуществляется, я прерву, у нас небольшая реклама, не переключаясь, мы сегодня говорим о том, какие условия поступления на военную службу, попросту говоря, по контракту сейчас в период СВО. Снова в прямом эфире программа «Тема дня», она сегодня посвящена СВО, а конкретно мы говорим о том, как пойти на контракт, какие условия, мы уже говорили, здоровье очень важно. А, кстати, вот такой вопрос, к слову говоря. Мы говорили о том, что человеку нужно вспомнить навыки, а вот не служил человек. Ну, если он не служил... Ну, хочет защищать родину. Да, я начал эту мысль говорить в учебных частях, непосредственно, куда направляется в резервных полках. Курс, так скажем, молодого бойца и вот этот вот, ну, первичные навыки, которые... Не имеет человека. Да, ну, они, соответственно, прививаются. Ну, то есть, самое главное, те, кто нас услышит, если даже человек не служил, можно пойти, берете. Научим. Как в армию говорят, не ходишь, заставили. Хорошо, так вот, возвращаясь к предыдущему моменту, еще раз говорю, вы, как вы, оповещая человека по телефону, да? Здравствуйте, вы прошли все, ну, здоровье. Да нет, он, в принципе... Или он находится в военкомате. С утра он прибыл. Весь день находится у вас там. Да, и к 15.30 мы ему уже говорим, добро пожаловать в армию. Хорошо. И, допустим, вы ему сказали, завтра уже отправка. Да. Допустим, он домой, жена, скорее, что тебе, кур жарить, там, я не знаю, 10 пар носков собирать и т.д. и т.п. А что с собой нужно иметь человеку, который отправляется в резервный полк? Да, и, кстати, некоторые уже прибывают к нам, уже в готовности к отправке. Для этого у нас есть возможность размещения. То есть, если человек уже собрался и прибыл, в этот же день получил... К вам военкомат? Да, он получил уже результаты, что он годен. Он остается, мы предоставляем койко-место, достаточно комфортабельное размещение. Ну, вот сейчас время меньше военкомата, на зависимости от остальных регионов. Да, новый комплекс. Не то, что на Самаре, я помню. Да, люди ночуют и, соответственно, убывают. Ну, что с собой иметь? Да. Ну, в течение суток, там, двух-трех... Сколько времени? Вот тоже гражданам важно знать, сколько они будут ехать. В движении где-то сутки. Сутки. Да. То есть, где-то в пределах ЦФО. Да. На этот период, ну, необходимо взять там какие-то консервы, что-то где-то перекусить. Потому что, безусловно, по прибытию в воинскую часть обеспечивается горячая питание. Да. То есть... Одежда что как? Одежда, ну, условно, вы собираетесь в лес. Вот как бы вы оделись и экипировались? Русский человек камуфляж надень, собираетесь в лес. Ну, да, почему бы и нет? Вот. Если что, это будет как бы запасное. Безусловно, выдадут, экипируют, дадут. Но, какой-то сменный, возможно, смену белья, ну, переостряется. А одежда тоже, ну, известная эта тема в советских времен, обычно, когда человека забирали на срочную службу по призыву, бывалые люди, те, кто служили, родители, те, кто служили, говорили, сына, бери самую рваную куртку, самые там плохие какие-нибудь обувь и так далее, все равно потом все это в армии выкинут. Соответственно, если человек к вам приходит в гражданское одежде, а куда потом все это уже, наверное, надо точнее самое новое, верно я понимаю? Ну, если в гражданской форме одежды, в шортах и тапочках, то, наверное, это ему не пригодится. А если мы, да, если как бы, не, некоторые люди подходят к этому достаточно серьезно и приходят уже достаточно экипированными. Ну, это, мы не берем тех, кто, да, серьезно. Но, если что, какая-нибудь не особо нужная гражданская одежда, скажем так. Удобная. Да, потому что там все выдадут. Безусловно. Ну, главное, удобную обувь с собой взять, чтобы была удобная сменная обувь. Потому что, скажем, берцы, которые выдают, это все-таки, ну, скажем, не особо они удобные, не для, скажем, войны. А вот у меня кроссовки... Ты имеешь в виду, то есть, тоже, человек, когда он на выходе, к примеру, там, и так далее, в разведке, а другой, просто он в расположении части, отдыхает. Да, конечно, конечно. Допустим, ты имеешь в виду в этом плане... Да, мы обычно покупали удобные берцы, у нас были специально отдельные, мы покупали, и кроссовки, кроссовки тоже были. То есть, несколько видов, скажем так. Но кроссовки это не для войны. Для войны, почему? Тоже для войны. Для войны, конечно, если удобная обувь, она там прям незаменима. Ну, кроссовки впорвать можно. Ну, можно, но не всегда. То есть, опять же, смотря какая погода, какое направление. Там все-таки надо понимать, что климат маленько другой, и ноги просто... Ну, другой, но, слушай, мы там вот застряли, вот хорошо на мне были берцы, потому что там лужи, вот танки намесили, вот такая грязище жидкая. Да. А если бы я был в кроссовках, ну, мягко говоря, их пришлось бы выкинуть. Или когда там вот тоже поселок, разрушенный почти под ноль, а что такое руина? Это арматура, это стекла, я молчу про мины даже. Тем не менее, то есть, в кроссовки, я не представляю, как бы там лазил. Ну, мы лазили в кроссовках, и берцы мы были на запорожском направлении, там, потому что чернозем, земля совсем другая. То есть, кроссовки ты там просто оставишь. Оставишь. Причем, приемов мы с слова. Да, у нас были как бы специальные обуви, но все равно кроссовки, они не помешают. Слушай, ну, извиняюсь, а такая вещь, как шлепанцы, те, кто на отдыхе, вот в расположении, часть в блиндаже, там жара. Вот сейчас в Донецке 35-37, жуткая вообще. И многие, я просто замечаю, ну, сидят мужики в шлепанцах, ну, потому что, действительно, в берцах вот тяжело. Это к совету людям, может, пару шлепанцев. Легкая обувь, конечно, нужна. Да, жару. Так что ты пришел, ты пришел домой, скажем. Да, именно домой. Ты пришел домой, да, у тебя там чисто, все в порядке, мы разувались перед входом в блиндаж. Когда в блиндаже, в зависимости от того, что у нас вообще происходило. То есть, да, ну, относительно, в последние, скажем, последние дни было не особо громко, поэтому мы могли. Но в блиндажах все-таки есть, когда одеваешь там обувь, скажем, да, не стоит забывать про полевых мышей, их там просто немерено. Они забивают обувь, залазят, спят там, то есть, вытряхаешь, все, оделся, пошел. Ну, просто тоже для понимания телезрительного, современный блиндаж, это не, как все думают, великоотечно, когда земляные стены, то есть, ну, по сути, человек на земле находится. Там вот такие оборудованные, там с холодильниками и стиральные машинки даже есть, если есть куда подключить. Конечно, конечно. То есть, на самом деле, дорогие телезрители, современная все-таки война, это не то, что, думаю, это 41-й год, когда там форму сходил на речку, постирал, допустим, если повезло, здесь постирал и так далее, и тому подобное. Там я, правда, удивлялся, у людей стиральная машинка. Ничего себе, говорю, вы живете хорошо, стиральная машинка у них есть. И, наверное, холодильник даже. Да, было бы куда подключить, но в основном генераторы стояли у нас по каждому блиндажу. То есть, запускали, все у нас работало. И освещение вовсе, не как все думают, вот эта сплющенная гильза, которая коптит, все с черными рожами сидят и дышат этим запахом. Ну, опять же, смотря это где, если на наблюдательном пункте, да, мы грелись. Ну, конечно. Мы грелись непосредственно окопными свечами. И хоть какой-то он свет давал. То есть, а так, да, блиндажи обустроены, то есть, все условия там есть отдельно для еды, отдельно где спать. Ну, хорошо, человек отправляется, у него остается семья. Татьяна, а что вот этой семье, какие гарантии и так далее? Все-таки ушел кормилиц, ушел не в туристическую поездку? Ну, я начну, наверное, с самих выплат. Кормилиц. Самим военнослужащим, да. Конечно, это важно. Первые выплаты у нас были введены в регионе в 22-м году, летом 22-го, когда мы формировали наш Тверской танковый батальон. Да, то есть, тогда уже вот была первая мероподдержка введена, 300 тысяч рублей именно для данной категории военнослужащих. Далее, уже при частичной мобилизации, при объявлении, да, тоже были единовременные выплаты введены, 150 тысяч рублей, которые тоже вот предоставлялись данной категории. Здесь мы, уже вот у нас был первый опыт предоставления мер поддержки именно в проактивном режиме, когда мы не собирали заявления, либо какие-то документы, да, понимая, что вот этим людям сейчас не до этого, у них другие задачи. Соответственно, мы отрабатывали с военкоматом Тверской области, да, вот по тем спискам, которые были. Дальше, конечно, это непосредственно вот сейчас выплата, да, которая стала очень ощутима, да, по размеру, выплата заключившим контракт. То есть, тем, кто заключил контракт через наш пункт отбора на военную службу в городе Твери, да, то есть, если мы начинали со 100 тысяч рублей, да, затем у нас было, повышался размер до 305, 515, и вот сейчас 10 июля это 815 тысяч рублей. То есть, с учетом федеральной выплаты 195 тысяч, это уже там действительно ощутимый мер поддержки, который в том числе и семье тоже вот поможет, вот, учитывая, что кормелец действительно ушел. Значит, здесь также мы работаем в беззаявительном порядке, то есть напрямую с военкоматом, также отрабатываем вот по спискам, то есть человек нам не пишет ни заявления, ни какие-либо документы представляет. Также, ну, при введении, например, новой меры поддержки по газификации, да, когда началась программа по дегазификации, была введена новая мера поддержки по помощи именно внутри земельного участка, да, газификации частных домовладений. Здесь тоже у нас новая наша категория, участники специальной военной операции, причем все категории, и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы имеют право на, и члены семьи их, да, в случае, если это вот их домовладение, имеют право на меры поддержки 150 тысяч рублей, до 150 тысяч рублей. Для остальных категорий, там льготные категории еще есть, это 130 тысяч, то есть здесь как бы вот такая у нас преференция по размеру. Что касается членов семьи, да, мы понимаем, конечно, что мы должны поддержать именно семью, потому что, да, кормилец ушел, да, и если раньше он там мог, часть, часть забот или все заботы брал на себя, да, то сейчас мы должны как-то эту семью поддерживать. У нас принят ряд мер поддержки именно для членов семьи, ну, это прежде всего бесплатное посещение культурных, спортивных, физкультурных мероприятий, да, членами семьи. Извините, Татьяна, я вас перебью. А как доказать услугу вахтеру на этом мероприятии, что твой отец или супруг воюет на фронте? У нас организована в регионе выдача справок, да, то есть соответствующая справка, ее выдает администрация муниципального образования, то есть у них... В заявительном порядке. В заявительном порядке, да. То есть жена, для понимания, должна куда обратиться сразу? Она должна обратиться в администрацию муниципального образования по месту жительства. Вот в Твери, администрацию района, администрацию города. В Твери это выдает, у них есть управление в социальной политике, да, то есть... То есть в город администрацию обратиться? Да, в город администрацию. Не в районную? Да. Вот. Это отдельное учреждение. Соответственно, там уже определяются, да, потому что это же члены семьи, тоже определенные категории, да, у нас не все попадают под члены семьи. Но вот супруги, дети, родители, да, то есть дети до 18 лет, либо если они обучаются очно, то до 23 лет, соответственно, вот эти категории, они имеют право на получение данной справки, а дальше, соответственно, уже получение каких-либо льгот, которые определены. Они определены как региональным законодательством, так же и муниципалитеты на своем уровне тоже принимают какие-то дополнительные меры поддержки. В том числе у нас идет освобождение полностью от родительской платы в детских садах, что тоже действительно важно и ощутимо. Это тоже, опять-таки, заявительным или как в порядке, важный момент? Заявительным, да, потому что ты все равно должен, ну, в том же детском учреждении, ты должен сказать, что да. Куда мама должна сказать заведующей детским садом? Заведующий детским садом. Здравствуйте, мой муж отправился на фронт, справку надо показать? Справку показать, да, и, соответственно, уже идет как бы освобождение от родительской платы. А с какого она, с момента обращения или с момента, как муж ушел на фронт? Ну, условно говоря, она не знала, только наш эфир сейчас посмотрела, допустим, а муж же два месяца как воюет, к примеру. Ну, вот в данном случае с момента обращения, да, потому что она уже оплатила, да. Ну, понятно, да, поэтому смотрите телевизор, дорогие тележиссии. Да, обязательно. Да, ну, также вот дополнительные меры поддержки, это первоочередное право на зачисление в группу продленного дня, в организации дополнительного образования. А в сады те же самые? В сады, обязательно, да, первоочередное. Да, у молодых мам это очень больная тема. Вот, значит, еще что, в медицинские организации тоже, которые оказывают первичную медицинскую помощь, тоже первоочередное право на преобращение. Поликлинику, в медицинскую. Поликлинику, да. Звали все именами. Да, да. То есть что, без очередь там или как? Да, первоочередное право. То есть приходит, я супруга военнослужащего, ее без очереди должны пропустить. Показывает справку, да, и, соответственно, ее должны пропустить. Дальше, значит, у нас есть бесплатное социальное обслуживание на дому для данной категории, но это для пожилых, например, родителей. Действительно, такая есть история, да, когда люди пожилого возраста уже нуждаются, чтобы к ним пришел на дом социальный работник. И вот такая категория, она у нас обслуживается бесплатно. Также у нас введена в регионе новая мера поддержки, компенсация затрат на приобретение очков, корригирующих для зрения, да. И здесь тоже вот членам семьи, участников СВО, данная мера поддержки предоставляется без учета уровня дохода. А очки, впрочем, весь не шовы. Да. На самом деле. И очень нужно и важно, чтобы они были подобраны правильно. И соответствовали, да. Вот. Это если говорить про участников СВО, да, и про меры поддержки, которые на региональном уровне. Но, учитывая, что у нас все участники специальной военной операции имеют право на получение звания ветеран боевых действий, да, это уже федеральная категория льготников, да, то есть у них меры поддержки определены федеральным законодательством. И многие меры поддержки предоставляются с федерального бюджета. То есть здесь можно еще вот рассказать о том, что, ну, вот, скажем так, одна из, это ежемесячные денежные выплаты, которые через фонд социальный... Это кому ежемесячные? Это ветераны боевых действий. То есть... А о том, какие выплаты и помощь тем, кто вернулся с фронта, мы говорим чуть попозже, Татьяна. Хорошо. А пока мы говорим о тех, кто уходит. Скажите, ну, интересно, сколько человек проходит обучение, потому что инор распугают, что там чуть ли не, как говорили в времена Великой Отечественной, краткий курс взлет-посадка, три раза выстрел из калаша, как в Чечню тоже, к слову говоря, было, и на фронт сразу. Да нет, ну, сейчас обучение проходит до месяца, все, безусловно, зависит от условий, в которых находится, так скажем, непосредственная часть, но, в принципе, времени достаточно для получения каких-то первичных навыков. Я бы хотел дополнить, Татьяна, по поводу выплаты нашей правительством Турской области 815 тысяч. Недавно принято. Да, недавно принято. Она полагается не только гражданам, которые поступают на военную службу по контракту через пункт отбора на военную службу по контракту, то есть через организацию, которую я возглавляю, она полагается и нашим призывникам, которые призваны через военные комиссариаты Тверской области и заключают контракты вне зависимости, где они проходят службу. То есть, для понимания, человек призван, служит где-нибудь, условно говоря, в Ставрополь, условно говоря, потом на войну, допустим, ему наш... Нет. А как, расскажите, для понимания, для зрителей. Наш призывник, который призван... Служит себе. Служит где-нибудь на Копчатке, в любой воинской части. И вот здесь командиры, или он сам принимает решение, ну, я имею в виду, командиры рассказали ему про военную службу, он сам видит, что, ну, достойно, ему нравится там служить по контракту, он принимает решение, он заключает контракт, и спустя некоторое время, мы это все дело видим, ему назначается эта выплата, тоже 815 тысяч. И здесь, вот этот призывник, который заключил контракт, здесь нету никаких критериев, чтобы он участвовал в специальной военную службу. То есть, он может на Камчатке остаться? И безусловно. К примеру. Да, и он эти выплаты получит. Вот, важный момент. Это же касается и мобилизованных граждан. Мобилизованные, да. Это и касается наших мобилизованных. Которые два года назад. Да, которые были мобилизованные, они могут поменять свой статус мобилизованного гражданина, то есть, гражданина по призыву, по сути, на военнослужащего по контракту. С подписанием контракта они также получат эту выбору. Ну, хорошо. Антон, скажи, ну, вот мы говорили, то, что Владимир рассказал, что человека учит всему, чему необходимо в этом резервном полку. Тоже все зависит от подготовки человека. Действительно, если он не так давно и служил, ничего не забыл, наверное, его меньше срок подготовки. Если человек давно подзабыл или с нуля, то больше. А то же, что называется в вашем момент, патронов не жалеют? Ну, патронов хватало. Патронов хватало. То есть, нет такого типа магазина до свидания? Нет, нет, патронов хватало. Не хватало, наверное, порой самих магазинов. То есть, да. Ну, мы доставали магазины, поэтому, в принципе, мы были обеспечены всем. То есть, мы не видели, скажем, какого-то там голода, да, по боеприпасам. То есть, у нас хватало, по крайней мере. Гранат то же самое? То есть, нет такого, что вот те учебные гранаты кинули три раза? Да. Вот мы работали на медометах, то есть, у нас машина практически через день за минами ездила, то есть, постоянно довозила. Поэтому, ну, у нас точно не наблюдалось. У нас, наверное, проблема была, и как бы, в принципе, сейчас это только с дронами. То есть, дронов катастрофически не хватает. Ну, это такая проблема, и противник, жалостно, то же самое. Скажи, ну, а какие навыки приобретаешь там? Понятно, здесь отцы командиры стараются научить всему, чем положено. А что там вот такого ты приобретаешь? Чего, я думаю, в принципе, в тылу при всем желании, ну, нельзя научить, потому что одно дело теория, другое практика. Это в любом жизни нормально, неважно, кем ты водителем работаешь, токарем, инженером и так далее. То есть, да, практика, она оказывается несколько другой, чем то, чему тебя учат. Да, само собой, конечно. То есть, ну, здесь, опять же, в зависимости того, скажем так, да, по какому направлению ты пошел, то есть, кто ты, штурмовик либо, ты либо на артиллерии работаешь, да. А человек, извиняюсь, сам говорит, а я хочу артиллеристом быть или нет? Куда родину что-то здесь пошлет? Здесь, наверное, я не знаю, как вот, ну, скажем так, в армию, да, когда уходит, как там, да, у нас, у добровольцев было, в принципе, то, что мы умеем. То есть, да, сначала меня поставили на миномет, после миномета... А ты срочно ведь служил, служил. Служил... Минометчиком или нет? Нет, кинологом. Вот. Вот, но это было давно, это я в 2004 году уволился. Ну, понятно, да, конечно. Вот, и вот меня на миномете уже непосредственно учили там, потому что на полигоне на минометах мы не стреляли. То есть, соответственно, там за лентой обучились мы очень быстро, у нас был он блуждающий. Вот. Это который на грузовике? Да, который на грузовике. Мы скидывали, отстреливались, обратно грузили, опять уезжали. Потом ушел на связь, то же самое, я на связь пришел, меня начали обучать, начали подсказывать. С связистом. То есть, мы тянули там и, скажем, вот эти обычные стандартные этапики, и рации у нас были. Вот. То есть, ну, организовывали связь. Ну, тоже как бы не умел, да, но научились. А в каком принципе интересно перегидать? Ты был минометчик, а зачем минометчик делать связистом? Да, потому что там у нас приехало пополнение, и там уже приехало прям целый расчет минометный. А, то есть... То есть, в принципе, да, мне сказали, как бы, и... А на связи у нас оставался один боец всего. То есть, меня поставили к нему в помощь. Говорит, пойдешь? Я говорю, пойду, помогу, почему нет? Вот, то есть... И тоже ничего не умел в этом плане? Нет, нет, всему мы учимся там, всему мы там учимся. То есть, непосредственно уже по местам, да. То есть, то, что нам здесь скажут, как у нас полигон был, то есть, у нас была стрельба, тактическая стрельба, потом пока штурм, потом у нас была тактическая медицина, саперное дело. То есть, и вот мы по кругу ходили в течение дня вот так вот. То есть, у нас вот небольшой, правда, срок у нас был, но у нас и подразделения другие, скажем, да. То есть, в течение пяти дней вот мы ходили вот по этому кругу. То есть, постоянно, каждый день полигон, на обед обратно в часть и обратно туда. То есть, вот как-то вот так вот было. Но в основном нет, в основном все навыки приобретаешь именно там, те, которые, наверное, тебе нужны. То есть, да, если слышишь свист, надо закапываться, пока не поздно. То есть, да, ну, либо куда-нибудь, там, скажем, в окоп прыгать. То есть, ну, быстро там. В течение одного дня, мне кажется, там уже люди начинают понимать, где они находятся, и становится немного проще. То есть, как говорится, война быстро учит. Да, война учит быстро. И быстро двигает. Да, но здесь не стоит забывать, что на полигонах надо тоже обучаться, потому что навыки эти должны быть, а не без них никуда. То есть, если просто, скажем, туда отправить человека, то, ну, скажем, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, это золотые слова Суворова, тяжелое учение, легко убавить. Да, всё верно. То есть, на полигоне в резервном полку лениться, ну, никак нельзя. Да. Обойдётся как-нибудь, там научусь, там уже, может быть, и поздно учиться. Тут надо проявлять инициативу, безусловно. Вот, в дополнение к Антону, то, что, понятно, там, на месте там уже определят, но, тем не менее, мы, по крайней мере, когда к нам граждане приходят, мы имеем информацию, и они, безусловно, сами об этом говорят, о каких-то своих специальных навыках, то мы рассматриваем их на те должности, которые подразумевают, ну, более эффективное их использование. Вот, мне хотелось бы осветить для наших зрителей, в настоящий момент идёт тут прям персональный отбор граждан, желающих освоить навыки беспилотной летательной авиации. Ну, понятно, что, наверное, это те, кто имеет какое-то техническое образование, кто склонен к технике. Это молодёжь нынешняя, которая наты, как раз с этой техникой. Вот, на самом деле, к нам-то приходят люди разной категории, не скрою, и 18- и 20-летний парни, и достаточно зрелые мужчины. И вот, в этом плане мы стараемся как раз и распределить, что действительно, если это молодой, с навыками геймера, да, какой-то, тем более, если еще технически подкованный, есть какой-то базис, там, пускай колледж, ну, не секрет, помимо того, что управлять надо ещё какой-то ремонт осуществлять, там, в полевых условиях, поэтому какие-то знания необходимы. Но отцы командиры, как вы правильно заметили, научат, безусловно. И картография нужна при поветах. Умение ориентироваться на местности. Привязываться к карте. Это вот из нашего старого советского, когда, ну, наверное, оно и сейчас присутствует, ориентирование на местности, да, то есть, вот, был такой, наверное, есть этот вид спорта. Ну, оно сейчас есть. А помните, нас тоже в детстве-то учили компас, если нет, даже компас определяет стороны света по часам и так далее. Антон, нужны такие навыки на фронте? Если в артиллерии, то да, они необходимы, потому что... А в разведке ты пошёл, чтобы не заблудиться, не выйти на позицию? Сейчас карты есть. Карты есть в электронном виде. В электронном? Да, в электронном виде есть с отметками, где мы отметки ставим, по этим отметкам можем передвигаться, или мы знаем, что где стоит противник, куда заходить не стоит. То есть, всё это сейчас есть, скажем так, наверное, всё. Оф-карты? Офлайн, да, офлайн карты. То есть, хотите сказать, обычных бумажных карт нет? Есть. Почему? Обычные бумажные карты есть, да, допустим, если надо где-то привязаться. Но в основном это офлайн карты. Ну, просто, ну, вышел гаджет, у тебя это строят как-то всё-таки двойна же. В магазине побежишь, а в сторону купишь? Я думаю, тут комплексно. То есть, и так, и так. И так, и так, конечно, одно другому не мешает. Да. Ну, хорошо. Татьяна, человек вернулся с фронта. Какие меры оказываются поддержки уже ветеранам СВО? Те, кто уже вернулись домой, опять-таки. Особенно, конечно, важно, я думаю, интересно слышать тем, кто... Война всё-таки лишилась руки, ноги. Тут что уж скрывать, это правда. На войне, к сожалению, без потерь, без раненых никак. Да. Ну, если вот про такую сложную, да, жизненную ситуацию. У нас сейчас работает фонд защитника Отечества, да. То есть, у них есть тоже определенные программы, да. Они помогают... Адрес, пожалуйста, скажите ли зрителям, кто не знает. Склесков, 48, в городе Твери. Сколько помню, здание на перекрёстке стоит. Да, там же у нас находится наше учреждение социальной защиты, то есть, если кто знает, да. И там же находится филиал фонда. Плюс у нас социальные координаторы находятся в муниципальных образованиях тоже. Ну, чаще всего они в зданиях администрации, да, располагаются. Все компактно. Да. Соответственно, понятно, что если мы говорим про протезирование, да, то это есть через социальный фонд России, да. Но какие-то там высокотехнологичные вещи, да, помогают, в том числе, вот, фонд, у него такая есть возможность. Плюс они помогают адаптировать жилые помещения для, вот, скажем так, когда уже инвалид колясочен, да. Ну, да, да. То есть, соответственно, там какие-то вот такие новые технические возможности. Помогает установка пандусов. Зачастую, сами знаете, у нас в подъездах нет их. Да, вы знаете, это очень сложный вопрос, да. Мы его решаем. Мы тоже стараемся решить точечно, но с администрацией муниципальных образований, да. Часто бывает, что очень высоко находится, например, квартира, если это пятый этаж, да, без лифта, да. То, конечно, пандус, он не поможет, даже если его установить. Но вот на сегодняшний день у нас ребята все протезированные, да, то есть они как бы не пользуются. Они пользуются колясками, то есть ведут достаточно активный образ жизни. Вот, поэтому вот такая, скажем так, проблема на сегодняшний день не стоит. А так, конечно, вопрос такой, скажем так, требует всесторонней, да, проработки. Потому что, да, действительно, если не адаптировать это жилое помещение, да, если действительно уже на коляске человек, то нужно там решать вопрос, наверное, с обменом этого жилого помещения и так далее. То есть здесь, конечно, всесторонне, со всеми службами нужно этот вариант рассматривать. То есть реальный такой вариант? Ну, переехать, грубо говоря, с пятого этажа на пятый. На первый. Ну, это вариант, его нужно рассматривать и совместно с человеком. Ну, за счет не просто так, да, поселочек. Да, да, потому что... Ну, можно рассмотреть такой вариант. Ну, можно рассмотреть, да, и сам человек, во-первых, может это рассмотреть, да, потому что если у него в собственности квартира, в принципе, ну, когда вот такая ситуация произошла, конечно, нужно вот совместно как-то думать, решать. А уже, когда это первый этаж, конечно, там адаптировать уже вход, входную группу, это, конечно, все намного проще. И это сделать возможно. Вот. А семьи получают какую-то меру поддержки уже ветеранов, свого, может быть, ну, или хотя бы тех, кто стал инвалидом? Потому что одно дело ветеран жив-здоров вернулся, другое дело человек без руки, ноги и так далее. Да, ну, вы смотрите, у нас меры поддержки, как я уже сказала, да, это уже такие вот федеральные льготники, да, у них определенный перечень. Сами инвалиды войны, да, они считаются инвалидами войны. Ну, конечно, конечно. Да, у них свой перечень мер поддержки. И они есть самое главное. Да. А у членов семьи погибших ветеранов боевых действий, у них тоже есть определенный перечень. Это также ежемесячные денежные выплаты пожизненные, да, там идет, вот если у инвалида войны это 7600, ну, округлю, да, ежемесячная выплата, то вот у ветеранов боевых действий на сегодняшний день это 4200, а у членов семьи погибших 2,5 тысячи рублей. Помимо этого, в Тверской области тоже у нас для граждан, которые стали инвалидами именно вот в горячих точках, у нас это была давно мера поддержки для Афганистана, Чечни. И вот эту же меру поддержки, скажем так, сделали и для участников специальной военной операции. То есть, если они уволились уже с военной службы, стали инвалидами именно в следствии ранения, тоже предусмотрена ежемесячная выплата. Она на сегодняшний день 3700 рублей, а для супругов и родителей погибших военнослужащих в данной ситуации 2500 рублей. Ну вот скажу сразу, что может быть это звучит как небольшие деньги, да, вот, но учитывая, что это все-таки постоянная, ежемесячная, скажем так, помощь на протяжении всей дальнейшей жизни. И, наверное, будет пересматриваться и ее размер, да, то есть мы понимаем, что сейчас-то таких людей становится все больше, они нуждаются в поддержке государства, соответственно, и размеры, наверное, будут тоже пересматриваться. Плюсом, что касается ежемесячной выплаты, там можно, в рамках этой выплаты предоставляется набор социальных услуг, то есть ты можешь частично отказаться от денег, получать бесплатные лекарства по рецепту, путевку в санаторий, проезд к месту лечения обратно, то есть вот такие как бы уже натуральные льготы также предусмотрены. Что касается наших ветеранов боевых действий, в Тверской области есть еще льготный проезд у нас на автомобильном пассажирском транспорте, то есть если это социальный билет, единственный проездной билет в области, либо вот как у нас сейчас социальная карта в Твери, да и в некоторых муниципалитетах, за 302 рубля можно приобрести и дальше уже пользоваться транспортным общего пользования. Конечно, большой перечень мер поддержки есть, и натуральные льготы, в том числе освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, он весь представлен на портале госуслуг, то есть там есть вкладки, как меры поддержки защитников Отечества, то есть там и для военнослужащих, и для членов семей военнослужащих, и для членов семей погибших военнослужащих, то есть все меры, где, куда обращаться, вся эта информация представлена. Что касается погибших, то есть для членов семей погибших, участников СВО, мы также оказываем поддержку родственникам в оплате услуг за погребение, то есть это оплачивается за счет областного бюджета, и также из резервного фонда правительства предоставляется поддержка до 1 миллиона рублей, также вот в случае гибели наших земляков. Что ж, понятно, у нас остается буквально 2,5 минуты резюмира. Владимир, к вам все-таки, наверное, больше. Что можешь сказать нашим землякам, кто думает пойти по контракту, заключить контракт с нашей армией? Ну, я бы хотел бы обратиться к жителям Тверской области. Те, кто думает, надо быть более решительными, на самом деле мысли хорошие, их надо реализовывать. Может быть, кто-то думает, что да без меня справиться. Ну, конечно, мы справимся, но ты нужен, ты нам нужен, и как в одной из песен, родина-мать зовет, и мы ее не подведем. Антон, а ты что можешь сказать, как вот уже непосредственно ветеран боевых действий? Ну, я думаю, выбор остается за каждым. Каждый должен принять решение, идти ему или не идти, то есть не вправе, скажем так, кого-то подгонять или тому подобное. К этому надо прийти, да, то есть я задумывался, я пошел, я сходил. А долго раздумывал? Нет, недолго. Ну, у тебя жена есть? Да, у меня есть жена, у меня сейчас родился ребенок, поэтому... Поздравляю еще раз. Да, спасибо. Жена не отговаривала? Или сложный был разговор? Скажем, первый контракт она не отговаривала, да, скажем так, не особо она знала, что я туда поехал. А второй контракт, за мной уже приехали мои друзья, с кем мы воевали первый контракт. Приехали с Тагила, забрали и сказали, поехали, я говорю, поехали. Так уехали на второй контракт. Сел, собрался и поехал. Да, 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 то есть что касается на третий раз уже все, она сказала, говорит, хватит. Ну, тем более у тебя ребенок как-то все-таки уже совсем... Да, теперь я уже в няньках, поэтому, скажем так, уже, наверное, точно не пустят. Ну, и, наверное, ей тяжело одной, поэтому я остаюсь. Ну, а резюмируя, не жалеешь, ты бывал там? Нет, не жалею, и жалеть никогда не буду. Главное впечатление от войны? Посидел. Да нет, нормально, везде там жизнь, на самом деле, там, в принципе, мы сдружились, там, у нас стала семья, мы со всеми созваниваемся. Вот это братство фронтовое, не из песни только слова? Нет, не из песни, буквально пару дней назад приезжали ко мне, вот с кем мы воевали, первый контракт с Ростова, они ехали в Питер, заезжали ко мне в гости. То есть, если я поеду куда-то там на юг, меня всегда везде все рады видеть, так же, как и я, ребят, рад видеть. То есть, у нас, да, у нас появилось братство, мы всегда на связи. Ну что же, наш фирм подошел к концу, мы сегодня говорили о том, что Родина по-прежнему ждет своих защитников, кто готов вступить в ряды вооруженных сил, как вы слышали от Владимира Юдочкина. Это возраст может быть, ну, практически любой, главное здоровье и, конечно, желание. При этом не имеет значения, служили в армии, не служили, как вы опять-таки слышали, Владимир сказал, если даже не служили, всему научат. А чему не научили в тылу, всему научить в тылу нереально, как сказал Антон. Научат на фронте боевые товарищи, поэтому решение за вами. Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо. Программа «Атима дня». Победа будет за нами. Программа «Атима дня».